2021 год начался с довольно обширных изменений в российском законодательстве. Какие законы уже вступили в силу и какие ожидаются к концу этого месяца. С 1 января вырос минимальный размер оплаты труда. В этом году он составит 12 792 рубля и прожиточный минимум на душу населения 11 653 рубля. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Маткапитал на первого ребенка составит более 480 тысяч рублей. Если рождается второй, еще более 150 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, будет более 630 тысяч рублей. Повышенная ставка НДФЛ 15% устанавливается на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. Полученные от такого повышения средства будут адресно направлены на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если человек продал квартиру или машину, получив крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей. Однако это будет разовое превышение, поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%. Вступают в силу поправки в Трудовом кодексе определяющие нормы дистанционной работы. С начала года в Трудовом кодексе закреплено разделение удаленки на три вида – постоянное, временное и периодическое. Работодатели получили право переводить сотрудников на дистант по ряду причин – чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, угрозы жизни или нормальным жизненным условиям, аварии и несчастные случаи на производстве, решение властей о переходе работников на удаленный режим работы. Новыми поправками запрещается уменьшать зарплату сотруднику, работающему удаленно, но выполняющему тот же объем задач, что и обычно. Необходимое для работы из дома оборудования должен предоставить работодатель. Если сотрудник использует свой компьютер, работодатель компенсирует затраты на интернет, антивирус и другие нужные элементы. График удаленки закрепляется в Трудовом договоре или другом документе. Отпуск не может составлять менее 28 дней в год, даже при постоянной работе в удаленном формате. Больничные и командировочные выплачиваются так же, как и при обычном формате работы. Для удаленной работы уточняется понятие прогула. Расторгнуть трудовой договор работодатель может лишь, если сотрудник не выходит на связь дольше двух дней. Собственные условия для увольнения работодателем устанавливать запрещено. С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. Федеральные высокотехнологические медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую с федерального ФОМС, без посредников. Сельская ипотека теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде. Напомним, сельская ипотека – это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены умными приборами учета электрической энергии. Обеспечение необходимыми лекарствами для медприменения должно быть в объеме не меньше, чем предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения ученых степенях и званиях. В случае утраты и порчи ряда документов о регистрации акта гражданского состояния, в том числе свидетельства о рождении, органы ЗАГС смогут выдать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС. Маркировка товаров легкой промышленности становится обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему честный знак, сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января. За отсутствие свидетельства о присвоении гостиницы категории будет грозить административная ответственность. Без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги. Важно, этот запрет не будет работать в отношении гостиниц, в которых 15 и менее номеров до 1 января 2021 года. Обновляется перечень лицензионных требований, предоставляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекинской конторе или тотализаторе. Налог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14, а 7,6%. Пенсионный фонд России будет отчисляться 6% в соцстрах 1,5%, в бюджет ОМС – 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной. Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль. Признается утратившим силу и перестает действовать на территории Российской Федерации ряд нормативно-правовых актов правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательное требование, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля. В частности, это позволит сократить избыточные требования к бизнесу. НДФЛ со стандартной ставкой 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн. рублей по ключевой ставке Банка России. Закон наделяет регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями. За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить правительство Российской Федерации. Запрещается производство, изготовление, закупка, хранение, перевозка, пересылка, сбыт и пропаганды, употребление закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях. Также устанавливается административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота. С 20 января стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через специальные кассы. С 28 января вводится особый экспериментальный правовой режим для проектов в сфере цифровых инноваций. Так называемые песочницы позволяют компаниям и юрлицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг в этой сфере, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушить те или иные требования законодательства. Песочница рассматривается в первую очередь как прообраз нового правового регулирования. В Курганской области пациентам, которые лечатся от коронавируса дома, продолжат доставлять бесплатные лекарства. В декабре 2020 года регион получил второй транш на закупку медикаментов на эти цели – более 17 миллионов рублей. Все эти средства уже законтрактованы, то есть договоры на поставку лекарств с поставщиками заключены. Постепенно в регион доставляют препараты. Первый транш составил более 30 миллионов рублей. Средства уже израсходованы. На всю сумму приобрели лекарства для больных, которые лечатся амбулаторно. Если гражданин считает, что ему должны были доставить лекарства, но их не доставили, он может обратиться на горячую линию. Единый телефон для обращений – 122. Обращение будет оперативно отработано. В Шадринске Виктор Ермишкин провел заседание оперативного штаба комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. В условиях устойчивой холодной погоды обсудили текущую пожарную обстановку и меры по обеспечению безопасности. За пять дней нового года в Курганской области произошло 52 пожара, в которых погибло 7 человек. В Шадринске зафиксировано три случая возгорания. Жертвы пострадавших нет. На территории Шадринска продолжается разъяснительная работа с населением в рамках дворовых обходов с проведением инструктажей и выдачей памяток. Аналогичная работа проводится школами и учреждениями дополнительного образования. Сотрудники МЧС России призывают зауральцев неукоснительно следовать требованиям пожарной безопасности.